Рома, можешь рассказать, что известно на данный момент о людях, которых мы вот видим на этих видеозадержаниях, которые якобы подозреваемые террористы? Да, но сутки спустя после самого теракта многое прояснилось. То есть поначалу мы получили просто информацию о том, что некие люди задержанные дают признательные показания, но изучив те видеоматериалы, которые у нас есть, это и материалы самого задержания, и те видео, которые были сняты самими террористами из Кропус-Сити и выложены в группах игиловских, мы увидели действительно, что это одни и те же люди, по крайней мере, часть из них точно, потому что по специфическим деталям одежды, в том числе довольно мелким каким-то деталям, или по принтам на футболках и так далее, было понятно, что было бы слишком сложно за такое короткое время организовать точно так же одетых людей с такими специфическими деталями и все это непротиворечиво подобрать. Поэтому, в общем, для меня нет сомнений в том, что те, кого задержали, это действительно были те люди, которые были в торговом центре. Это уже как минимум то, что мы можем сказать. Плюс, судя по видео, которое снимали сами террористы, видно, что они там выкрикивают соответствующие лозунги, которые типичны для исламских террористов. Поэтому мотивация самих исполнителей тоже довольно понятна, что действительно они руководствовались какими-то своими радикальными взглядами фундаменталистскими. Но это не отвечает, конечно, на вопрос, кто был все-таки организатором, поскольку мы понимаем, что, ну, самое простое объяснение, что это действительно ответвление ИГИЛ, и, наверное, это там главная рабочая версия, но теоретически нельзя исключать, что кто-то от лица ИГИЛ мог завербовать этих людей и направить их на этот теракт. И, разумеется, уже много космирологических версий о том, что это и были российские спецслужбы, и теоретически такое вполне возможно, потому что мы знаем, что ФСБ вербовало людей из ИГИЛ и возвращало их потом обратно в Турцию, в регион, чтобы вести дальнейшую работу. Но чисто политически, мне кажется, это пока довольно бессмысленно, потому что если бы Путин действительно организовывал сам этот теракт, он делал бы это для чего-то, для того чтобы оправдать что-то, какое-то некое последующее политическое действие. Мы этого действия не увидели и, я думаю, уже не увидим, поскольку оно имело бы смысл сразу как первая реакция, будь то мобилизация, какое-нибудь военное положение, еще что-нибудь. Так что я думаю, что не было никакого смысла для Кремля это устраивать. Соответственно, самое простое объяснение, наверное, и есть самое правильное, что это очередная акция ИГИЛ, не первая уже акция против России за последнее время. Относительно недавно была атака на российских дипломатов в Кабуле. В целом война с ИГИЛ, в общем, идет много лет. Поэтому странно только то, что они не проводили таких атак в последние годы, потому что, в принципе, они активизировались давно. Но у меня есть ощущение, что просто ПСБ настолько отвлеклась сейчас от своей настоящей работы, настолько отвлеклась на оппозицию на Украину, что просто появились такие дыры огромные в безопасности, которые террористы немедленно воспользуют. Но про дыры мы еще, я думаю, поговорим. А понятно, сколько человек было? Потому что вышла заметка у BBC, где говорится чуть ли не о том, что там 5 или 6 человек было, а вообще все остальные, даже какая-то официальная версия говорит о том, что там было 4 человека. С официальной версией мне вообще очень мало что понятно. Потому что сначала нам говорят, вот было 4 человека, и они все сели в машину, вот как мы их арестовывали. Потом они говорят, что, а вот был один человек, который был обезоружен и пойман самими же жителями. Вот интервью дает на каком-то из госканалов, просто посетитель Крокус-центра, который рассказывает, он со спины подошел и отобрал там автомат. Куда потом делался этот человек, нам не объясняется. Потом было какое-то непонятное в фотографии видео задержание какого-то человека на месте событий прямо там в первые часы после происходящего. То есть даже если мы берем просто чисто официальные версии, их довольно много разных противоречивых. Поэтому я не исключал бы, что могли бы быть еще какие-то люди. Но в целом у властей нет особых оснований скрывать. Если действительно это был ИГИЛ, то нет никаких оснований скрывать, как было дело. Хотя, конечно, если кто-то был и скрылся, и его в итоге не поймали, наверное, афишировать эту пропаганду тоже не будет, поскольку это довольно плохо тоже говорит по деятельности российских спецслужб. Но в целом, по крайней мере, точно мы можем сказать, что это не 20, не 30 человек, про которые изначально говорили очевидцы. Это довольно частое явление, что мы слышим о гораздо большем количестве нападающих. Это было, я помню, в теракте в Ницце тоже там все искали второго террориста. Потом оказалось, что его просто и не было. И это все народная такая молва. Так что надо осторожно, конечно, к показаниям свидетелей относиться. Но по видео мы не видим, чтобы было сильно больше людей. То есть если был кто-то помимо этих четырех, то максимум еще один-двое человек. Скажи, а вообще есть какие-то еще белые пятна в официальной версии, версии ФСБ? Ну, самое главное белое пятно – это как вообще так получилось, что все предупреждения, которые были, которые мы все слышали, мы были свидетелями предупреждений, которые делали западные спецслужбы и дипломаты о теракте в Москве, почему они были все проигнорированы? Тут есть еще некоторые детали, про которые не говорили. Это о том, что, например, таджикские спецслужбы конкретно предупреждали российские спецслужбы напрямую о том, что готовится именно теракт исламских фундаменталистов, и в нем будут принимать участие таджикские граждане. Это предупреждение было перед терактом. И один из организаторов, мы знаем, что он был в Крокус-центре, вот, собственно, в те дни, когда было предупреждение. То есть его сфотографировали внутри ровно в тот момент, когда было предупреждение, что в течение 48 часов мы уже даем теракт. То есть, судя по всему, западные спецслужбы, сами таджикские спецслужбы знали о том, что экстремисты уже на территории Москвы, уже ведут какую-то там разведку на месте, а российские спецслужбы не только ничего не предприняли, они еще и публично в лице Путина рассказывают, что это все провокация, шантаж и так далее. И даже не выставили никакой, ну, элементарный, там, милицейский, пара милиционеров, полицейских с автоматами в местах больших скоплений людей, было бы, в принципе, достаточно, чтобы, ну, как минимум, не допустить такого масштаба действий. Если нападавших всего четверо, да, то какой-нибудь там наряд полиции вооруженный, ну, это уже была бы совсем другая ситуация. Здесь у нас несколько тысяч человек вообще без всего, против автоматчиков, конечно, ничего не могли поделать. Поэтому это просто совершеннейшая безответственность. И даже, то есть я все понимаю, да, что там сложно, когда такой большой город, наверное, там, организовать на долгое время защиту всего, тем более с российским уровнем организации, это все понятно. Но что не было предпринять даже вообще никаких мер, ну, это на Россию не очень похоже. Мы вот по Пушкинской пройдитесь, там всегда стоит автобус ОМОН, да. В России самая наполненная силовиками страна. Просто вот нельзя вот плюнуть никуда, не попав на какого-нибудь полицейского вооруженного. А тут вот тогда, когда они нужны, никого нет. Вот это, на мой взгляд, самая белая ситуация. Ну, я коротко, прости. Ну, то есть ты считаешь, что этот теракт можно было предотвратить? Я просто видела и другие мнения на этот счет и слышала. Ну, я считаю, что если уж этот теракт нельзя было предотвратить, тогда я вообще не понимаю, зачем нужен наш национальный антитеррористический комитет, который вроде как у нас чем-то там занимается, отчитывается каждую неделю о каких-то мероприятиях, там они школьникам рассказывают про нацистов в Украине, там еще что-то там делают. Ни одного мероприятия по поводу исламских фундаменталистов, по-моему, они за последний год вообще не провели. Хотя, еще раз повторюсь, это очевидная угроза. Исламский фундаментализм всегда была главной террористической угрозой для России. Уже организовали много терактов, сейчас активизировались в разных странах, включая Афганистан и Иран. Это было очень ожидаемо. И, ну, что стоило просто поставить, как минимум после вот этого предупреждения, больше охраны перед какими-то местами, где скапливаются люди, не знаю, там, футбольные матчи, концерты, массовые мероприятия. Мы, кстати, помним времена, когда были теракты, когда Норд-Ост и Беслан, что вообще-то это было нормальное явление, какие-то автоматчики, которые там стояли и охраняли. Мы помним... Когда взрывы в метро были, было их достаточно много, тоже как-то было усиление. Да, потом мы помним, в Европе была очереда терактов, как там не только тогда стояли, в принципе, и сейчас во многих европейских странах, где все вроде как казалось бы, в принципе, сейчас спокойно, да, там, в Германии, например, какие-то там особые теракты. Но там, если проводится какое-то массовое мероприятие, какие-то на виду хорошо вооруженные люди с автоматами стоят для всеобщего спокойствия. То есть это нормальная практика. Поэтому это, конечно, абсолютное разложение российских спецслужб. Не то, что меня это сильно удивляет, но это, конечно, отрезвляет, я бы так сказал, то есть приоритеты российских властей, для которых, собственно, граждане безопасность совершенно не важны, а важна только безопасность политическая от всяких активистов. Это действительно отрезвляющий момент. А понятно вообще вот эта вот схема, как там все работало уже в момент, когда этот теракт происходил, когда уже все поняли, что там происходит стрельба и говорят, что приехали пожарные. Пожарным не разрешали долго заходить в здание, что они ждали какой-то спецотряд, который должен был приехать и вроде бы штурмовать, а этот спецотряд не ехал там чуть ли не больше часа. Вообще вот эта логистика, она как-то объяснима, она понятна? При этом, я уверена, Волк отчиталась о том, что спецназ или сотрудники полиции приехали на место за 7 минут до того, как террористы сбежали. Это вот сегодня последняя информация. Ну, а вот как было на самом деле, да? Это уже все хорошо установлено, хронология. Я же путаюсь с часовыми поясами. Это у нас 18.50 или 19.50, когда первая информация появляется о том, что началась стрельба, когда они выбегают и стреляют сначала по очереди. Это у нас 19.55, если я не путаюсь. Короче говоря, через 25 примерно минут они покидают здание. Ну, то есть довольно много, примерно, почти полчаса прошло с момента первых выстрелов до момента, когда они сели в машину и уехали. Никого там не было. Соответственно, еще через полчаса приезжают пожарные и просто какие-то полицейские. И, соответственно, где-то еще через полчаса приезжает уже спецназ. И это подтверждает то, что пожарные не могли войти, потому что СОБР приехал позже. Еще полчаса этот СОБР ожидал и только потом вошел в здание. То есть между моментом первых выстрелов и моментом, когда спецназ вошел в здание было два часа. Вот такой большой промежуток, я не помню, ни при одном теракте в России и уж тем более в мире. Чем-то можно объяснить? Ну, то есть есть какой-то... Ну, у меня... Какая-то хлябаностью, я не знаю, безответственностью. Ну, по крайней мере, то, что мы точно видим, что явно не было какого-то работающего протокола о том, как должны реагировать в таком случае антитеристические силы в случае какого-то захвата, да. То есть по-хорошему, вот у нас есть Центр специальных назначений ФСБ с тем же Путиным созданный, с группой Альфа и Вимпел, у которых есть все, что нужно для быстрого реагирования, включая вертолеты и... Ну, и наверняка очень четкий протокол вообще действия, как... А я думаю, что просто был майор. Майор позвонил, я не знаю, полковнику, тот генерал, следующий ВАП, ну, как это обычно... Ну, то есть то, как оно должно было быть, вот этого протокола и правила, видимо, просто не было, оно не работало. И в итоге пошла вот эта цепочка, когда, да, майор звонит там полковнику и так далее, и они долго разбираются, что надо делать. При том, что на самом деле чисто логистических проблем не было никаких. То есть база ОМОНа ближайшая находится там нескольких километров. То есть если бы ОМОНовцы просто пешком даже пошли туда, оттуда со своей базы, они бы дошли туда, ну, быстрее, чем за час. Даже если бы особенно так вот не торопились. Просто быстрым ходом, да. Поэтому это явно не проблема, что было не добраться. А проблема была в том, что пока было принято решение, пока они сориентировались, уже было поздно. Террористов там уже на месте просто не было. Плюс они уехали до границы с Белоруссией. Там, конечно, сейчас они говорят, что мы за ними там просто следили, и поэтому мы их так не арестовали. Но это тоже странная ситуация. Это как они так занимались? А если бы они там в лесу просто рассеялись внезапно? Ну, то есть просто сильно повезло то, что сами террористы были, ну, абсолютно непрофессиональными. И все у них тоже было очень плохо подготовлено. Поэтому их задержали на границе. Но чуть-чуть лучше бы они подготовились, и спокойно бы они ушли, никто бы их не нашел. Ну, там один из задержанных даже говорит, что он вообще не ориентируется в городе, и он не понимает, где даже выкинули оружие, потому что он не может понять вообще, где это происходило, как они ехали и так далее. Да, ну здесь, правда, надо понимать, что показания, которые они дают, не всегда могут соответствовать действительности, потому что они заранее разучивают какую-то легенду, и они там рассказывали, что они там простые таксисты, и что они слушали проповеди, вот помощник-проповедник анонимный, он какой-то написал. Ну, это все может оказаться полной туртой. То есть вполне может оказаться, что они, на самом деле, довольно долго готовились, что у них есть опыт владения оружием и так далее. Поэтому вот это надо скептически воспринимать. Но тот факт, что она не суперпрофессиональна, это вот видно по всему. Взять, например, сесть в ту же самую машину, на которую они приехали, и вот на ней же делать весь этот маршрут обратно, но это как будто бы они специально просто просили, поймайте нас. Вот. Так что это сильно помогло, конечно, их найти. Вот. Но вопрос о том, где все были эти люди, которые так легко ловят активистов за полчаса, когда они идут на акцию? Почему вот в нужный момент это все оказалось так долго и плохо? Это хороший вопрос, на который я хотел бы услышать сам ответ. Скажи мне, тем более, что инсайдер делал расследование по поводу черного рынка оружия. Тоже сейчас многие задаются вопросом, откуда они взяли оружие. И могло ли это быть связано с тем, что сейчас оборот как раз на черном рынке в связи с войной стал намного больше? Да, я думаю, что это связано, потому что, в принципе, даже, наверное, во времена Чеченской войны было не так легко найти оружие, как сейчас. Ну, то есть, с одной стороны, конечно, и строже старали правила, чем в 90-х годах. Ну, то есть, если вы обычный москвич, наверное, вам держать АК-47 дома не стоит. Но если речь идет о преступных группировках или, как в этом случае, террористов, у которых, понятное дело, что они готовы к высоким рискам, а им без этого вооружения никак, для них, конечно, стало гораздо проще и легче, чем было до полномасштабного вторжения. В принципе, даже после начала дны в 2014 году уже появились больше информации о том, как оружие утекает с Донбасса. Но сейчас масштабы еще больше. Это связано и с коррупцией, это связано и с тем, что просто нет должного уровня контроля над теми группировками. Одно дело, когда у вас просто армия, когда вы еще и зэков вооружили, которые у нас там, половина из которых сбегают просто с фронта, их, на самом деле, никто особо не ищет, то, конечно, огромный поток вооружений. Когда Путин выступал, он там говорил про возмездие, но он не говорил ничего про то, что виновные, которые там не проследили, которые упустили этих самых террористов, что они будут как-то наказаны. Можно ли, как ты думаешь, ожидать каких-то перестановок внутри силовых структур в связи с произошедшим? Я думаю, что Путин просто относится к такому типу политических лидеров, которые никогда не признают свои ошибки и стараются никогда не демонстрировать, что что-то сделано не так. Мы по Путину это хорошо знаем. Я за 24 года путинской власти никогда не слышал, чтобы он там в чем-то извинялся или рассказывал, что вот то, что он организовал, это же он и все спецслужбы, это его детище. Он на этом пришел к власти, на то, что он рассказывал, как он террористов будет с артилем мочить. Так что тут очень сложно на кого-то. То есть это не одна ему структура, конечно. Да, ему очень сложно переложить ответственность на кого-то другого в этом смысле. И поэтому, конечно, признавать ошибки он не хочет и не будет. Но какие-то перестановки, возможно, он сделает, но я думаю, что он это сделает максимально не публично, стараясь выждать какое-то время, чтобы СМИ и прочие не обратили внимания и не связали эти перестановки. Потому что иначе это будет как бы признанием ошибки, признанием того, что там все очень плохо и недисциплинированно и так далее. Поэтому показывать это он не хочет, это он считает как признак какой-то слабости. Так что я не думаю, что это вскоре стоит ожидать. И потом я не очень... Я думаю, что какие-то простые перестановки не очень помогут. Это просто вся система сейчас у нас настроена на то, чтобы бороться с диссидентами. Ну, может быть, она там какую-то роль еще играет в войне в Украине, хотя тоже там все плохо в смысле организации. И вот взять и сделать высокоэффективную систему отслеживания террористов, ну, это сложно. Это даже вот в США и Европе, при том, что там довольно не особо коррумпированные и довольно профессиональные спецслужбы, им даже сложно это сделать, а уж российским-то силовикам. Но вся Москва и Подмосковье, они просто... Они усыпаны камерами. Как можно, я не знаю, хоть что-либо упустить? Или, я не знаю, или эти камеры, они там часто не работают, или просто никто за ними не следит. Как это вообще возможно? Камеры, это очень большое преимущество, которое, кстати, во многих европейских странах нет, поскольку в континентальной Европе вообще принято считать, что камеры такие публичные, это зло, потому что это вот государственный левиафан следит за всеми нами, это плохо, да? Только вот... Потом в Европе все беспокоятся о защите личных данных. Это правда. Да, ну вот в Британии с этим получше, например, или в каких-нибудь азиатских странах, типа там Япония или Корея с этим лучше, а в континентальной Европе прям совсем все плохо, поэтому в России в этом смысле проще немного, камер действительно много, они интегрированы в единую систему, то есть, например, отследить автомобиль автоматически, да, если у вас там он выехал откуда-то из Москвы, дальше на одной кнопке вы можете, например, проследить, где он сейчас. То же самое с сим-картами. В режиме реального времени вы можете следить за передвижением, вы можете автоматически вычислить, например, какие там сим-карты появились в той или иной точке, то есть это с точки зрения как бы цифровой организации всего этого, все очень хорошо, но нет политической какой-то воли для того, чтобы создать какой-то постоянно работающий орган, который бы эффективно все отслеживал. Десять лет не было терактов, все очень расслабились, подумали, что раз их нет, значит, так оно и устроено, что о них и не будет. Теперь, может быть, они сейчас, когда подгорело, наконец что-нибудь сделают, но это быстро все не делается. Это очень большая, сложная работа, в том числе аналитическая. Здесь надо внедрять каких-то людей в эти группировки, что очень сложно и дорого. Я правда думаю, что они этим тоже какое-то время занимаются, судя по тому, что мы наблюдаем и по Афганистану, и по Ирану, там активно очень они работают. Но, как видите, это не помогло при этом теракте, значит, работают плохо. Сейчас на время отменили какие-то все массовые мероприятия. Ну, это так они всегда делали в прошлые разы, и вообще, когда какие-то угрозы поступали, тоже все. Ну, и не только в Москве и в Подмосковье, а еще и в других городах России тоже отменяли. Но я не знаю, насколько они, тоже непонятно, насколько они сейчас усилят вообще охрану в городе, с торговыми центрами, кинотеатрами. Ну, это, мне кажется, смотри, все равно временные меры. Меня, например, больше сейчас волнует то, что в долгосрочной перспективе будет происходить, как это вообще повлияет на жизнь людей в России. Дмитрий Медведев, понятно, мы не относимся серьезно к его заявлениям, предложил вернуть смертную казнь. Я не знаю, будут хуже выпускать, жестче проверять на границах, будут охотиться за всеми мигрантами. Ну, останавливать машины, проверять багажники и так далее. Но проблема в том, что все эти меры – это из пушки по воробьям. То есть у вас есть огромная страна, где полтораста миллионов человек, несколько миллионов мигрантов, в том числе из Центральной Азии, во всех регионах, причем в России. Среди них довольно много мусульман, в том числе таких правоверных мусульман, которые действительно слушают все эти проповеди регулярно. Конечно, преобладающие большинство из них – это совершенно нормальные люди. И просто вот так вот взять и следить за всеми ними, просто следить за несколькими миллионами мусульман из Центральной Азии и самой России, где, кстати, в России довольно много таджиков с российскими паспортами, следить за всеми ними в режиме реального времени никаких ресурсов не хватит. И никто так не делает ни в одной стране. Делается совсем по-другому. То есть там, наоборот, они идут от самих радикалов. То есть они следят за радикалами, следят за их каналами, как они ведут вербовку, внедряют к ним людей. А как американцы, как таджики узнали о том, что готовится теракт? Они же как-то узнали заранее, значит, этот метод работает. Вот для того, чтобы Россия могла предотвращать теракты, надо, чтобы и в России это тоже так работало. Ясно, что пока они с этим не справляются. А вот это тоже информация про то, что американские спецслужбы якобы знали о том, что происходят теракты, что они сообщили, обратились к своим согражданам, которые находятся в России. То есть это нам точно говорит о том, что у них есть какая-то специальная информация о том, что он будет в теракте конкретном или нет? Мне очень интересна эта схема, как они могли знать об этом выражении. Российские спецслужбы знают лучше, собственно, что может произойти внутри России, чем российские спецслужбы. Это как раз логично, потому что если речь идет о группировке ответвлений ИГИЛ, которые действуют на территории Афганистана и Таджикистана, то это как бы один регион в их понимании, то там, конечно, у США давно очень хорошая сеть своих агентов, работающих по террористам. Уже 20 лет, как минимум, существует, если не больше. Соответственно, у них мог быть источник информации там, и не только у них, там, в принципе, и другие спецслужбы, я не знаю, там, британские и прочее. Потом у таджиков, соответственно, я думаю, что свои источники. Вряд ли они между собой так сильно делятся информацией, потому что в Таджикистане все-таки сотрудничество больше с Россией, чем с Соединенными Штатами. Поэтому тот факт, что более-менее независимые те и другие получили информацию и предупредили со своей стороны Россию, означает, что, ну, в общем-то, это возможно, что это как бы не исключение и не какое-то чудо, что они узнали, а просто вот хорошо работающие спецслужбы могут о таких акциях знать заранее. Это не далеко не первый раз, когда такие предупреждения заранее появляются. Так что это, в принципе, нормально. Ненормально то, что, во-первых, Россия не имеет никаких таких нормальных внедренных агентов, при том, что СИГИЛ воюет уже, сколько там у нас, 15 лет, да, почти. И всегда хвасталась какими-то своими крутыми сетями спецслужб за границей. Ну, вот оказывается, что для того, чтобы там новичком неудачно отравить кого-то в Европе, у них люди есть. А для того, чтобы в Афганистане узнавать о том, что кто-то готовит Москве теракт, уже оказывается, что людей нет. Кстати, в Душанбе, в Таджикистан, мы знаем, что сотрудники ГРУ раньше, в 2014 году, когда там только начиналось все, мы видим, что они летают туда постоянно. Там очень важная российская база и так далее. То есть это было в фокусе внимания. Но, судя по всему, вот последние годы приоритеты изменились, и вот сразу просел на безопасность.